Привет! Давно не виделись. Сегодня будем говорить о лыжероллерах. Очевидно, что технология производства роллеров заметно более простая, чем беговых лыж. Поэтому есть у нас в России отечественные производители, кто их изготавливает. В принципе, роллеры представляют из себя кусок алюминиевого профиля, ну, чаще всего алюминиевого. Два колеса и набор болтов из метизов. Но прежде чем перейти к рассмотрению отечественных роллеров, давайте представим, как будет происходить покупка этого инвентаря летом 2022 года. Здравствуйте! Скажите, лыжероллеры есть? Продажи есть. А стартскейтинг 71 есть? Да, есть. Вон, 18000. А свиноры есть? Есть свиноры на алюминиевой платформе, цена под двадцатку. А что еще есть? А еще есть Шамов и Эльва. О них и будем сегодня говорить. Давайте, знаете, рассмотрение пойдет в таком духе. Буду брать модель и, в принципе, рассказывать, для чего она нужна, кому подходит. Ну и цены тоже озвучу. У Шамова и у Эльвы, по сути, модельный ряд очень похожи. Ну, правда, Эльва напилила роллеров буквально через каждые 10 миллиметров, так что вы их можете подбирать под свой рост, вес, не знаю, по каким еще другим характеристикам. У обоих производителей есть модели на полиуретановых колесах. И у Шамова и у Эльвы они красного цвета. Эти модели являются аналогом всем известных роллеров стартскейтинг 71. У Шамова эта модель стоит 6700, у Эльвы стоит 9200. Не знаю, почему такая разница в цене, но у Эльвы крылья такие же, как на стартах. У Шамова крепления крылья своего дизайна. Химпатично выглядят. Кому какие нравятся, такие и выбирайте. Полиуретановые колеса, они очень быстрые, поэтому они подойдут либо для тех, кто хочет выполнять какие-то скоростные тренировки, и также это отличный вариант для начинающих. Нагрузка на них будет совсем небольшая, вы без труда сможете проехать огромное количество километров. Если вам нужны роллеры с более тугими колесами, то вы можете приобрести модели на каучуковых или на резиновых колесах. Такие есть и у Шамова, и у Эльвы. Это резина черного цвета. Модели существуют с диаметрами 70 мм и 80 мм, как у того, так и у другого производителя. Резиновые колеса будут заметно более медленные, чем полиуретановые колеса, и для тренировочного процесса это хорошо, потому что вы получите нагрузку. Какие вам выбрать, быстрые или медленные, тут все зависит от ваших потребностей. То есть если вы совсем начинающий, ваша физическая форма далека до идеала, то для первых шагов лучше подойдут быстрые полиуретановые колеса, потому что нагрузка будет минимальная, у вас будет лучше получаться, вы получите больше удовольствия. А вот если вы уже хотите получать более серьезную нагрузку на тренировках, то ваш выбор резиновые, вот эти вот каучуковые колеса. Колеса диаметром 70 и 80 мм, они более широкие, имеют меньший диаметр, благодаря чему вы будете ниже находиться над асфальтом и удерживать равновесие будет проще. Ну а если вы уже такой продвинутый пользователь или планируете им стать, то ваш вариант это роллеры с колесами диаметром 100 мм. 100 на 24 этот стандарт называется, они в принципе все похожи. Вот, на этих роллерах будет чуть посложнее держать равновесие, но лично я себе выбираю колеса с диаметром 100. Мне на них больше нравится тренироваться, чуть сложнее на них держать баланс, но в принципе вы быстро к этому привыкаете. К тому же сотые колеса лучше гасят неровности на щербатом асфальте. Не знаю, насколько это прям реально серьезно, на практике надо будет как-то взять и проверить, прямо сравнить на практике 70 колесо там с сотым. В любом случае у обоих производителей есть такие модели. У Шамова это модели с длиной платформы 620 мм, у Эльвы вы можете найти лыжероллеры с длиной платформой 620 мм, 680 мм, а также лыжероллеры с длинной платформой 715 мм. Говорят, это сейчас современный тренд, чем длиннее, тем лучше, типа катаешься на лыжероллерах, как на беговых лыжах. Я сам еще не проверял, будет интересно проверить и узнать, действительно ли это так. Ну и вообще сравнить какие-нибудь роллеры с стандартной платформой 620 и более длинные, посмотреть, есть ли действительно какие-то отличия на практике. У Эльвы 715-й роллеры 6400 цена, это если с алюминиевым диском. Помимо этого у Эльвы есть все модели с пластиковым диском, здесь цена 5500. Пластиковый диск, кстати, мне будет интересно проверить. В принципе, он должен отлично держать нагрузку, не думаю, что есть какие-то отличия. Я знаю, что Эльва предоставляет на соревнования именно роллеры с пластиковым диском, и он себя отлично зарекомендовал. Но многие почему-то любят гоняться именно за алюминиевым. Не знаю почему, возможно, потому что он чуть дороже, и сразу кажется, наверное, получше. А еще у Шамова есть карбоновая модель. Кстати, все отечественные производители чувствуются, что у нас страна с военной закалкой. Послушайте, как звучит название модели. 0-4-3-Р. Обычно на танках или еще на чем-то так вот пишут. У нас там есть и ручки разные. РГ. Думаешь, прям как граната называется. Ну ладно, 0-4-3-Р. Карбоновые лыжероллеры. Действительно, они приятно отличаются по весу. Сделаны, имеют вот такой вот прогиб. Будет также интересно, наверное, их потестировать, попробовать. По цене они стоят 19 700. Получается, стоят они ровно столько же, сколько алюминиевые свиноры. Кстати, напишите, что бы вы выбрали. Вы взяли бы себе алюминиевые свиноры или взяли бы карбоновые шамов при одинаковой цене. Ну, в общем-то, вот такой вот вариант моделей. Теперь перейдем к рассмотрению креплений. Эльва выпускает крепления, которые, ну, по сути, являются аналогом креплений Solomon ProLink. Это когда у вас задняя часть под NNN, а механизм закрывания такой же, как стандартный соломоновский. Но поскольку они от эльвы, то правильнее будет их называть эльвинки. Похожий аналог есть и у Шамова, тоже под NNN, но с соломоновской защёлкой. Поэтому их будем называть шалинки. А теперь вашему вниманию представляется внебрачный сын Ротофеллы и Фишера. Крепление с поворотным механизмом под названием шарманик. Если рассматривать крепление, то мы видим, что запорный механизм изготовлен из надёжной противотанковой стали. И механизм закрывания укреплён упругой металлической шайбой. Видно, что при создании этого продукта люди думали головой и работали руками, а не наоборот, как это у нас часто бывает. Ну а если серьёзно, то данные крепления имеют наиболее широкий флексор. Он весьма жёсткий и поэтому в теории вот этот широкий флексор должен лучше всего фиксировать ботинок и препятствовать появлению какого-либо люфта. Кстати, кто пользуется такими креплениями, напишите, какой у вас опыт их эксплуатации. Ну и не только этих шармаников, но и шалинков и эльвинков. Ну и для тех, кто до сих пор не выключил видео, предлагаю произвести несколько интересных взвешиваний. Узнать, сколько весят роллеры шамов с алюминиевой платформой на сотых колёсах и насколько легче аналогичная модель, но с карбоновой платформой. Также взвесим эльву с 715 платформой на пластиковом диске и на алюминиевом диске. Узнаем, какие из них легче. Ну и до кучи взвесим эльву с 620 платформой. Кстати, что интересно, у эльвы 620 это расстояние от края до края непосредственно алюминиевого профиля. А у шамова, я сейчас замерял, немножко подзабыл уже, быстро освежу информацию в голове, от края до края 645 миллиметров получается, а расстояние между осями здесь получается как раз 620 миллиметров. Вот такое вот интересное наблюдение. Хотя модели в принципе похожи, но небольшая разница по длине присутствует. Перейдем к натурным испытаниям. И лыжероллеры шамов, сотое колесо, алюминиевая платформа. Вес одного роллера 750 грамм. А теперь аналогичная модель, но с карбоновой платформой. 663 грамма на 87 грамм. Один карбоновый роллер легче, чем алюминиевый. С одной стороны кажется, что разница в весе незначительная, но когда берешь в руку роллеры, то эта разница чувствуется. Теперь взвесим уже роллеры Эльва с платформой длиной 620 миллиметров. 790 грамм. Ну и в завершении наших испытаний взвесим Эльву с 715 платформой. Это роллеры с алюминиевым диском. 846 грамм. 715 алюминиевая платформа, алюминиевый диск. А теперь аналогичная модель, но с пластиковым диском. 809 грамм. На сегодня закончим с взвешиванием. Откланиваюсь. В принципе вот такой получился обзор. Не буду долго растягивать. В завершении хочу сказать, что есть у меня такое желание собрать несколько характерных моделей. Это Эльва на 715 платформе с пластиковым диском. Это Шамов на 620 платформе тоже с сотым колесом. Я думаю, также возьму либо Шамов, либо Эльву с колесом 80 или 70 диаметра. Ну и для полноты картины, я думаю, будет интересно еще взять вот такую вот карбоновую модель. Установить на них на все крепления и отправиться на тестирование. Попробовать все эти модели, сравнить между собой, записать какие-то впечатления. Если вам такой тест интересен, напишите. Я постараюсь найти время, собраться силами, выехать, все это протестировать и естественно снять для вас такой отзыв. Вот. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Я пошел устанавливать шарманики на лыжероллеры. Ну и если, кстати, вам обзор понравился, не забудьте лайк поставить. А то люди в последнее время такие жадные стали. Ты тут целый день тратишь. Сначала снимаешь, потом монтируешь. Вот. В общем, спасибо за вашу поддержку. Пока. Ну и раз уж я перешел в режим Я у мамы настольный обзорщик, вы видели наш ответ с западным санкциям. Это ручки СТ-Аки от производителя СТ-К. Почти как Триаки, но СТ-Аки. Узнаете это фирменное крепление. Справедливости ради хочу отметить, что СТ-К здесь постаралась. И темляк сделан даже качественнее, чем обычно. Здесь такая модная липучка. Вот так. Ну и ручку вы эту, естественно, узнаете. Если здесь поддеть ногтем, то можно снять темляк. Крепление такое же, как у оригинальных ручек SWIX. Я, кстати, проверил. Этот темляк полностью совместим со SWIX-овскими ручками. Оп. Вот такие вот штуки у нас в России теперь делают.